Дорогие харьковчане, сегодня 45-й день войны. И все эти полтора месяца враг бомбит Харьков. Два последних дня наряду с минами, снарядами, градами, Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 и 112. За эти полтора месяца российская армия уничтожила 1716 жилых домов. Цель агрессора понятна – вызвать панику и сломать наш дух. Но мы не позволим это сделать. Все наши службы работают круглосуточно. Наши героические коммунальщики оперативно ликвидируют все повреждения, которые наносятся инфраструктуре города. Мы подаем горячую воду в 3533 жилых дома. Сегодня 121 машина по уборке мусора вышла на маршруты. Работают рынки, магазины, аптеки. Дорогие харьковчане, я понимаю, что из-за войны многие остались без работы и испытывают трудности. С завтрашнего дня мы увеличиваем раздачу гуманитарной помощи, продуктов и предметов первой необходимости. Их будет больше, значительно больше. И еще одно. Несмотря на то, что наш враг вчера разбомбил наши теплицы, мы все равно в ближайшие дни будем высаживать цветы и создавать самые красивые в Украине клумбы. Отдельно от имени всех харьковчан хочу сказать огромное спасибо Надежде Купревич из Бурштена, Ивано-Франковской области. В дарь Харькова она прислала несколько десятков саженцев. И мы обязательно их высадим. Высадим вместе. Еще раз призываю вас, дорогие харьковчане, по возможности, особенно в ночное время, находитесь в укрытиях, в бомбоубежище, на станциях метрополитена. Слова благодарности нашим военным, нашей территориальной обороне, нашим врачам, спасателям и нашим героическим коммунальщикам. Вместе мы отстоим свой город. Вместе мы отстоим свою страну. Мы вместе. Мы харьковчане.